всем привет друзья с вами император прайм и сегодня я хотел бы еще прям поделиться сегодня прям день новостей я смотрю mail.ru решает конкретно заняться в возвращением как бы бойцов но на самом деле честно я вот скажу вот есть разная тематика вот и примеру тема интересная вот смотрите да настало время подключить резервы и так резервный план mail.ru что ты можешь получить в общем вернуть бойцов с помощью личного письма или используя по прямой ссылке воспользоваться прямой ссылкой за каждого вернувшегося воина зашедшего в игру по твоему приглашению ты получишь платиновый контейнер помоги 5 бойцам вернуться на поле сражения и мы начислили вам три дня према на твой статус аккаунт короче ребят вы получите дальше сыграй один бой минимум с 10 вернувшихся товарищами и в твоем ангаре появится т-64 hunter короче ребят hunter конечно бомбовый танк поэтому если у никого честно я на нем сами играю вот это бомбезный танк я его конечно в альянсе с ребятами качал очень принципе не так что прям долго ну со все равно пришлось попотеть насчет этого танка поэтому скажу честно от себя что танк бомбовый фугасами лупит бомбезно и коммунитивами и бобсами танк офигенский короче на нем можно 5-6 тысяч вообще лупить вот это классный танк хороший вот дальше что могу еще сказать но тема опять же короче хочу сказать что видите верните своих бойцов вот та 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 отправить приглашение вот мои вот друзья ребят вот вот короче нажать кнопочку вот так вот вернуть в строй вернуть строй вернуть строй и все остальное вот короче это ребята 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 многие там в альянсе моем были там и не только просто друзья вот вот такой вот список короче да присутствие то есть можно прямо сейчас если нажать можно прям целую Армию, короче, создать В альянсе человек 100 будет Мне кажется Вот такая тема Все очень просто, нажимаете И как бы у вас все появляется Но, что самое главное я хочу отметить Хочу отметить, что на самом деле Я бы, блин Вот посоветовал Mail.ru Не только просто вот этими там Платинами, это дешманская тема На самом деле К платину там получить Понятно, что многие халявщики все любят халяву Платину там, прям статусы Три дня, это как бы ни о чем Три дня типа, прям статуса Ну, блин, вообще просто, как будто, знаете Типа, блин Я шел, короче, мимо рядом Дал какому-то нищеброду там 10 рублей на бутылку водки, короче Чтобы он там 10 рублей у одного, у второго Насобирал и смог купить бутылку водки Вот, единственное, что тут Самое стоящее 64 Hunter Но я скажу проще вернуть игроков И все остальное другим способом Конечно же, геймплей То есть, в принципе, если сейчас рассчитывать По ББМкам, по ИТшкам Физика практически вернулась Которая была в 0.18 Ну, практически Где-то 80-85% Она где-то, я считаю, что Практически физика такая же Да, стала лучше Автопушки стали стрелять практически Как в 0.18 Ну, опять же, не дотягивает Ну, практически то, что было Ну, теперь единственное, мне кажется, что осталось Это, как бы, вернуть к 0.18, да Вот, для полного счастья Ну, сделать, конечно же, лобовую броню У АБТ Чтобы АБТ могли продавливать направление Рашить, чтобы присутствовал раш Чтобы люди не боялись на АБТ выезжать Потому что они выезжают И их сразу же птурами просто разносят в хлам Но при этом, опять же, говорю Не надо резать птуры Птуры нормально задействованы Все остальное Но надо дать возможность Чтобы в момент выстрела Как-то, как раньше, в 0.18 Я мог танкануть Птур танкануть Вот, реально, птур танкануть Довернуть корпус Подставить там Там ДЗ, хренезе Там борта То есть, любую часть Ну, чтобы я знал, к примеру Какая часть у танка танкуется И я мог ею подставить То есть, я бы считаю Пускай не пиксельхантинг вести Но кое-что у меня в голове Пришла интересная тема Это связанное с объектом 640 У него очень НЛД И зона пробития в НЛД не сильно большая Вот, если бы, в принципе На многих танках НЛД На половину разделить То есть, не все НЛД пробивается А только половину Часть НЛД То есть, ну, понимаете, да? К примеру, там 4 сантиметра НЛД Высоту, ну, то есть, если так По картинке, брать 4 сантиметра Вот 2 сантиметра вообще не пробивается И 2 сантиметра только пробивается Для того, чтобы на ходу Ты когда летишь И это тяжело туда будет попасть уже Ну, то есть, как бы вот так вот, да? Ну, и, конечно же, у кого танк и есть УВН Чтобы они танковали Вот, мне кажется, что-то ближе к 0.18 Что-то приближенное хотя бы сделать Бронирование, физику Обязательно же оптимизация Опять же же вернемся Потому что у многих даже карты 1080 Я вам скажу, что, блин, ну, не у всех прям Точнее, не на всех картах Есть карты новые оптимизированные На них там все нормально Но есть и карты старые, на которых не сильно оптимизировано На них даже 1080 карта за 53 косаря И то, конечно, там просадки по FPS 60 нету стабильных Но если 60 герцовый монитор Если 120, то берем максимум 120, короче Или 144 герца То есть, у кого какой монитор в зависимости Столько и кадров Я просто всегда говорю по старым мониторам По 60 кадрам Вот, и вот так вот Потому что, в принципе, практически у всех такие мониторы Не у всех 4К разрешение И с новым разрешением по герцам Вот, поэтому вот так вот Мне кажется, это самое нормальное Оптимизировать новые карты Дать БТ-шкам броню Немного ее изменить, подкрутить Все-таки надо что-то делать Дальше продвигаться А не только, как бы, продвигать и набирать И вернуть игроков платиновыми контейнерами Прямым статусом для меня Ну, я считаю, нищебродский на 3 дня И, как бы А вот Хантер, конечно, стоящий Вот за него, блин Я за, короче Я за, даю, пацаны, лайк, респект Короче, вот эту тему, конечно, выполняйте Да, поэтому Скажу, что Акция, в принципе, неплохая Чтобы вернуть То есть, если люди там Может там вернуться, не вернуться Ну, блин, кто если вернется Получится Получите Хантер Это, это четенько Так что, в принципе, на одну часть Скажем так, на 50% Я даю добро, что классно В принципе, хорошая тема Да, можно, можно выполнять Можно делать Но совет мой другой Конечно, разработчикам надо Немного в другой степени И не надо будет даже Ни платиновый контейнер Ни статус Они просто сами придут Когда станет все интересно Станет Также для Альянсов Интересные бои Вот И, как бы, вот так вот Ну, то есть, типа Глобальной карты Что-то вроде этого Вот И будут голда Капать там Альянсы Против друга Какие-то бои Примерно, если есть Турниры 10 на 10 Ну, вот, чтобы бои Были 10 на 10 Сегодня один Альянс Воюет против другого Альянса И так вот Каждый день Стрелки забивать Короче Я бы назвал, короче Вообще Тему, типа Стрелка Альянсов Точно Стрелка Альянсов Что, нормальное название? Ну Стрелка Или там Полевые бои Какие-нибудь там Что-то вроде этого Полевые бои Вот так вот, короче И война там Между Альянсами Ну, и чтобы голда капала Конечно Смысл просто так Короче, гонять Не, интересно, конечно Погает Но оно быстро надоест Надо стимул Поэтому Это Надо поощрять То, что ты воюешь В этом режиме Поощрять, конечно, голдой Ну, ребят В общем, вот так вот Короче, мое мнение Я думаю, вот так вот Тема Решил Запилить темку Рассказать о том, о сём Ну, если вам понравилось И вы совпадаете Со своим мнением Ставьте лайки Ставьте комменты Подписывайтесь на канал Все ссылочки в описании С вами был Император Прайм Да пребудет с вами Сила Прайма Всем удачи Всем пока